Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня имеет номер 19, 19-й урок. Тфилат Ашахар – это четвертая глава трактата «Брахот», 19-й урок. Он проходит в память Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами занимаемся молитвой Шмона Исре и приступаем сейчас, сегодня, с Божьей помощью, к Мишне, которая продолжает эту тему. Это будет третья, по-моему, Мишна. И эта Мишна будет говорить о тех благословениях, которые в нее включены, в эту молитву Шмона Исре или Амида, поскольку ее произносят стоя, то Амида – это слово называется «стояние», ее произносят стоя. И также будет говорить не только о благословениях, но короткая Мишна. Но еще что делать путнику в дороге, когда он не может повернуться в сторону Иерусалима? Потому что сама молитва, тфила, просто молитва, любая молитва, молитва Шмона Исре тоже называется молитва, можно сказать, с большой буквы, тфила, она произносится, когда человек поворачивается, перед молитвой поворачивается в сторону Иерусалима, а в Иерусалиме в сторону храма, на ту гору, где храмовую гору, а территория храма или рядом с этой горой в ту сторону, где стояла Котшим, святая святых храма, то место, где в специальном ароне, в ящике, за занавесками, и туда не входили никогда. Один раз в день Йом-Кипура заходил главный коэн, коэн-ха-гадоль, чтобы выполнить автилерные операции, и там лежали те лухот, те скрижали, которые были получены евреями на горе Синай. Вот это имя, что мы будем сегодня заниматься. Значит, несколько тем. Первая тема такая. Рабан Гамлель Омер. Рабан Гамлель говорит. Это то, что называется Танакама, но здесь сказано имя его. Рабан Гамлель. Что он говорит? Мы находимся на листе 28, самое главное, да? Сказать нужно Амут Бейт на второй стороне этого листа. Ну, примерно. Надо бы показать. На листе есть узкая колонка и широкая. И в самом конце, там, где узкая колонка, переходит в широкую. Там написано Матнитин. Это Мишна. Рабан Гамлель Омер Бахоль Йом Ва Йом Митпалель Адам Шмона Исре. Каждый день человек произносит, это называется, обязан, должен произносить молитву Шмона Исре 18 благословений. И комментаторы тут же пишут, что даже после того, когда в молитву добавили 19 благословение, об этом будет сейчас здесь сказано и в Мишнефгемаре, за ней все равно осталось прежнее название. Так ее называли, когда ее установили наши мудрецы. Ее текста нету в Хумыше, в Торе. Но в Торе указано, мы историю учим, что должна быть такая молитва. А саму молитву мы получили от наших мудрецов, то, что называется, мудрецы Большого Собрания. Аншей Кнесет Гагдула. И она называлась 18, а потом со временем, через некоторое время, добавили еще 19 благословений, к которым будем говорить, и тоже она продолжала называться 18. И сейчас тоже называется Шмона Исре. Дальше читаем. Раби Ашуа Умер. Раби Ашуа Умер говорит. Он и сейчас говорит. Мы эн Шмона Исре. Вроде Шмона Исре. Не всю Шмона Исре обязан человек читать, читать, произносить, конечно же, изо дня в день. А мы знаем даже не один раз, это мы по первой мишне знаем. А в будние дни три раза. В Рожа Ходыш, когда на Волонии добавляется муссов, тоже по некоторым дням в субботу добавляется муссов. Сама молитва меняется тоже по праздникам, само содержание молитвы. В ней 18 благословений, три постоянные первые, три последние постоянные. А в середине замечаются или на одну субботу, или на большее количество по праздникам. Всё равно это называется Шмона Исре. И он сказал, что в обычные дни надо читать КН, произносить КН Шмона Исре, как вроде бы. Вроде Шмона Исре. Название то же самое, но содержание другое. Именно сокращённый вариант молитвы Шмона Исре. То есть, не обязательно надо произносить полную версию молитвы. Можно ограничиться кратким вариантом. Роман Гамлеев сказал, читается, произносится Шмона Исре. Несмотря на то, что был 11, Богословение писано в 18. А Раби Ашова говорит, нет, произносится краткая версия. И спор на эту тему, он написан дальше в Гемаре, спор, что имеет в виду Раби Ашова, как он говорит, КН Шмона Исре, что вместо этого. Спор очень простой. Это спор ввели Раф и Шмуэль. Шмуэль сказал, что произносит всё равно каждое из 12 Богословений, но в краткой форме. А финал каждого Богословения произносит, как и в полной форме. Просто укороченный вариант. А Раф сказал, нет, вместо всех средних, кроме первых и трёх последних, произносится одно Богословение, которое имеет общее содержание. А заканчивается Бару Ашем Шумет Фила, внимающий молитвы. Такой у них был спор. Вот мы идём по Раву. Продолжаем. Есть мнение Рабан Гамлеяля, есть мнение Раби Ашова. Мы помним их, да? У нас был долгий спор между ними. На несколько тем сразу. И после чего, в результате этого спора, вообще никогда не нужно спорить, потому что в результате спора теряешь то, что ты имеешь. Рабан Гамлеяль, который проявил некоторую неуступчивость, и люди заметили, что он немного, Мецаер, обижает Раби Ашова, его свергли. Временно, правда, получилось, потому что он сделал Шуму. И Раби Элезар Бен Азария стал вместо него Наси руководителем еврейского народа. И главное, вот это Ешива, это школы мудрецов. Раби Акива, который младше их всех, он так говорит. Раби Акива, им жгурат филато бепив, бефив нужно произносить. Мы говорим бепив, просто из Абейт точка, Дагеш из Пей уходит. И нужно говорить по правилам бепив, бефив. Если молитва привычна для его уст, жгуран, то в таком случае, то в таком случае Митпалэль Шмуна Эсера, в таком случае он произносит Шмуна Эсера полностью целиком, как сказал Рабан Гамлель, во им лав, а если нет, не привычная ему, то не как Рабан Гамлель, а что, как Раби Ашуа. Мэ Эн Шмуна Эсера произносит краткую версию. Он так примирил. Непонятно, Раби Ашуа сказал, что всегда нужно произносить краткую форму. Рабан Гамлель что сказал, что всегда нужно произносить полную форму. И Раби Акива сказал, помнишь, произносишь полную, не помнишь, произносишь краткую, запомни краткую. Сейчас у нас таких проблем нет, потому что у нас есть и дуры, все мы умеем читать, и положено произносить краткую. Кроме тех случаев, когда у нас нет на это или времени, или еще прочие обстоятельства, которые называются онес. То, что нам навязано, и мы не можем это избежать. У нас, например, не дают нам возможность произнести ее посидуру и так далее. Кто-то не помнит. Вам произносится краткую форму. Она легко запоминается. Тут сказано было, если у него привычная жгура, если она привычная, если он привык к ней, помнит ее наизусть и произносит ее без ошибок. Так написано в комментариях. Есть еще несколько объяснений разных комментариев. Например, он говорит молитву на память без опинки и не путаясь. А еще кто-то молитвает быстро. Можно вообще долго вспоминать каждое слово, и это уже будет не молитва, а борьба с памятью. Нам нужно, чтобы была кована, чтобы человек полностью представлял, перед кем он стоит, что он сейчас произносит, и чтобы он полагался на помощь Всевышнего. Это называется кована. Такая была первая тема. Первая тема. Рабан Гамлеев сказал, шмуна и сре, даже несмотря на 18, но, кстати, несмотря на то, что там 19, и надо произносить их все. Раби Акева сказал, что можно произносить краткую форму. А Раби Акева их примирил, сказал, что помнишь все, произносишь все. Есть возможность произносить все, пожалуйста, не помнишь, или нет такой возможности, говоришь короткую формулу. Вторая тема Мишны. Раби Лезер говорит. Раби Лезер омер. Гаусет филато кева. Эйнт филато таханоним. Тот, кто гаусет филато кева, тот, кто делает свою молитву привычной. Сейчас только мы сказали, если он ее помнит и не заикаясь, говорит быстро, то и молодец, пускай произносит все. Приходит Раби Лезер, говорит, но не забывайте об одном обстоятельстве. Если он ее произносит механически, кева называется, ну, сделал ее рутиной, то она не является просьбой к Всевышнему. Энт филато не является, его молитва, энт филато таханоним, просьбой, такой серьезной, сердечной просьбой. Написано, что такой человек молится, как будто исполняет свой долг по обязанности, ну, и что он называется по-русски, из-под палки, да, заставили, он, мол, скорее бы, скорее бы сказать это, думает, при этом, когда все закончится, ну, некогда, мне там чай на столе стынет. На самом деле, он мечтает убрать себе эту обязанность, вот почему он ее выполняет, а надо было мечтать ее выполнить, совсем другая вещь. Вот о чем сказал Раби Элиэзер. А что такое таханоним? Это просьба о милосердии, которая сама вообще по себе еще и милосердие, это рахамим, а таханоним – это просьба о милосердии, вот таханоним – это о снисхождении, так точнее можно сказать, вот я сейчас вспомнил такое слово. Зайди к нам и прояви свой рахамим. Прости нас, не взыскивай с нас строго. Ты имеешь право, мы действительно нарушили, нам полагается то-то и то-то, неприятная вещь нам полагается, а мы тебя просим, ну, не сделай нам такого суда. Просьба такого человека не будет выполнена небом, вот о чем сказал Раби Элиэзер, хотя формально он выполняет заповедь молитвы. Ну, как будто бы он ничего не сказал. Ему будет засчитано, что молился, вовремя, даже, может, за какой-то каваной, пожалуйста, но просьба не будет выполнена. Ведь что мы делаем во время молитвы? Две вещи, не надо забывать об этом. Первое – я выполняю заповедь, с какой целью, чтобы ее выполнить? Я молюсь, чтобы ее выполнить. А вторая вещь, а вторая вещь более глубокая, это, не скажем, с заповедью связано, с какой заповедью? Попросите о милосердии. Вот это я выполнил, но поскольку я не умею, что это сделал, коряво, криво, я бы даже сказал, плохо это попросил, не вникая вообще ни во что, отбарабанил свой текст, то никакой помощи-то не будет, никакого ответа на это не будет. Две разные вещи. Выполнить заповедь, и второе дело – добиться того, чего ты, в принципе, радчет и в эту заповедь выполняешь. Сказано в Перкеавод, вторая глава, а там всего шесть глав, это 13-й будет Мишна, в некоторых наборах, там по-разному набирается, скорее всего, так написано в шассе, в Талмуде, в том издании, которое подверстано со всеми остальными трактатами Талмуда. В Перкеавод там сказано, Раби Шимон говорит, не проявляя свою молитву в рутину, ибо она – милосердие с нисхождением. Просьба о милосердии с нисхождением, обращенная к Всевышнему, и указывается, как сказано у Пророка. Йоэль, 2 глава, 13 стих, «Ибо он щедр и милостив, долготерпив и велик в своих бахдианях, утешает в горести и не считает себя грешником». Так сказано у Пророка. Вот теперь мы узнаем, о каком милосердии там просится. Только нужно добавить, что, в принципе, просьба о милосердии, о прощении, все заключены они в среднюю часть молитвы Шимона Истера, они в первые три, они в последние три, а вот или сколько там остается, от 19 отнять 6. 13, а в субботу ее меняют на одно, но там уже нету, там нет просьбы о прощении. В субботу совсем другое содержание у молитвы Шимона Истера. Третья тема. Значит, первая тема была, Шимона Истера читается, произносится целиком, Рабан Гамалеяль, Раби Ашоу сказал, нет в укороченном виде, Раби Акива сказал, когда в целиком, а когда в укороченном виде. А Раби Азер говорит, сказал нам еще, это вторая тема была, что смотрите очень осторожно, евреи, произносите ее, если вам разрешили в укороченном виде, это еще не значит, что нужно отбарабанить. Потому, что даже в полном виде рискуете не добиться выполнения своей просьбы, если сделаете из нее кэва, то есть рутину, то есть, что изо дня в день повторяется, без всякого погружения в этот материал, в эту молитву. Читаем дальше, третья тема. Все, их будет четыре. Раби Ашоа Умер. Раби Ашоа говорит, сейчас бы произнесли обязательно ба макома сакана, потому, что бимком – это вместо чего-то, просто произошло смещение лексических единиц. По правилам святого языка агу лэх идют, бимком сакана, бимаком, но тут смехут, два слова встречаются, в месте опасности. Есть некоторое место опасности, идёт в опасном месте. Просто по-русски это прилагательно, а тут они существительные. В месте опасности. Агу лэх бимком сакана, метпалэль тфила кцара. Видите, как? Тот молится, тому можно, молиться, короткую молитву. Видите, не сокращенный вариант к Эншмана и Срая, вообще короткую молитву, некую короткую молитву. Поэтому эта тема идёт сразу же после темы Раби Лезера, тот, кто просто барабанит свою молитву. А вот теперь ему нужно произнести молитву, а он едет на осле, на машине, летит на самолёте, боевые действия вокруг него, а он видит, что по часам еще не молился, шмон Эсрея, ему нужно встать, повернуться в сторону Иерусалима, и времени нету, и на корабле, в подводной лодке. Мои ученики обязательно добавят. Или на другой планете. Ну, бывают же и евреи, которые летают в космосе. Он молится Тфилак Цара, короткую молитву. Почему в опасном месте сказано? Написано в неудобном месте. Написано в опасном месте. Маком Шель Сакана. Потому что он испытывает чувство беспокойства. Опасность? А это явно мешает настроению молитвы. Кавана, то, что мы говорили. И вот наступило время ее произносить, и оно уйдет сейчас. И тогда он что? Пусть он принесет короткую молитву. Есть такое правило. Если сейчас есть опасность для жизни, то всем другая вещь. Там вообще свободен от всего. Не надо останавливаться, и несмотря на то, что сейчас тут свисят пули, да еще и встанем в полный рост, да еще спросим наших врагов, в какую сторону Иерусалима, начать молиться. Всевышний, потому что написано же, он спасает тех, кто выполняет заповеди. Так вот, не спасает, дураков никто не спасает. Причем нужно все поступать с умом, с еврейской головой. Если место опасное, опасное для жизни, то это все отменяется. Потому что человек, все заповеди лет человека, а не наоборот. И так он сказал, что тот, кто идет в опасном месте, тот молится короткую молитву. Веумер, и так он говорит. Значит, это не Раби Гошуа Умер, он уже говорит. Еще тот человек, в словах Раби Гошуа, он так говорит этот человек. Гоша Ашем, Эт Амха, Эт Шерит Исраиль. Вы замечаете? Шмона Исре, вообще там много чего сказано. Там признание Всевышнего, просьбы от всего народа, потом благодарность Всевышнему. А теперь у него нет времени, говорите, теперь он в опасности находится. И что он говорит? А он такой и говорит, Всевышний убери опасность от еврейского народа. Это будет для него Шмона Исра. Вопрос другой. После того, как опасность пропала, прошла, и теперь можно молиться Шмона Исра, ему нужно повторять или не нужно? Или он произнес ее? Судя по тексту, Раби Гошуа сказал, что он уже ее произнес. Так иначе, Гоша Гошем Эт Амха, Всевышний, так произносится, спаси, Гоша, спаси Всевышний свой народ. Я попал один вопрос. У тебя есть твой народ? Сейчас. Остаток Израиля. Шерит Исраиль. А почему остаток Израиля? Достаточно сказать, спаси свой народ. Я думаю, это, я так думаю, значит, так оно и есть. Я думаю, что именно из-за того, что есть опасность, мы говорим про остаток Израиля. Как ты спас остаток Израиля после разрушения храма, после войны, которую нам устраивали римляне и прочих невзгод? Нас осталось немного, но ты же нас спас. Вот так спасай и сейчас. Как этот еврейский народ. Воша Ашем Эт Амха Эт Шерит Исраиль. И продолжает. Бехоль прашат Га Ибур Игю Сорхей Генне Лифанеха. Бехоль прашат Ибур в любом случае бремени, вообще-то, надо так сказать. Игю Сорхей Гам Лифанеха в любом случае бремени, но в любом случае при любой необходимости нужно будет что-то сделать. Игю Цорхей Генне Лифанеха Будет их нужды перед тобой. То есть, удовлетвори их потребности. Нужды их будут перед тобой. Это называется то, что, да? Бенадам Царих. То, что им требуется. Вот удовлетвори всё это. То есть, смилуйся над своим народом. Такая молитва. И если в случае по полной опасности, то, как мы видим, мудрецы освободили еврея от обязательного произнесения полной версии по Рабану Гумлеелю или краткая версия по Раби Ашу. А произносит он даже не версии, а просто в час опасности то, о чём сказал, о том, что, о чём сейчас говорит Раби Ашу, он же и сам это и говорит, кстати. А завершаешь, это же благословение, Барух Ата Ашем Шуме Тфила. Благословен ты Всевышний внимающий молитвы, молитве в выслушивающий молитву. Ещё одна тема, последняя Мишне, потом сразу же Гюмара у нас идёт. Про того, кто молится в пути не в опасном месте, а у него в дороге он едет. Повторяю, мы знаем, что Шмона Есера произносится стоя, амида, стоя нужно, бенадамом умед, человек стоит и, повернувшись лицом в сторону святая святых иерусалимского храма. Если далеко от Иерусалима, в сторону Иерусалима. Если он не знает, где Иерусалим, значит, в любую сторону, но сердцем нужно представить себе, что ты молишься Всевышнему именно в сторону Иерусалима. Понятно, что Всевышний везде. Гая Рухев Аль-Хамор Гая это был. Рухев едет верхом. Верхом, когда едет и сидит. Поэтому на телеге тоже Рухев. На осле тоже Рухев. Только в самолёте не Рухев, хотя он там сидит. Но не он. Если бы он сидел сверху на самолёте, то это был бы тоже Рухев аль-Аматос. А тут он что? Рухев аль-Хамор. На осле. Ну, в принципе, близко, конечно. Он едет. Не ехал на осле. А я, Рухев, был едущим. И пришло время произнести и говорить шмонайсры. Сказать шмонайсры. Еред Вейтпалелли. Еред Ляред Да, спуститься. Нужно спуститься и молиться. Но нельзя молиться сидя на осле. Вот о чём здесь сказано. Кто это говорит? Это наша тема. Сама по себе мишна так говорит. Без имени. То есть, все с этим согласны. Нельзя спуститься и помолиться. Нельзя ехать, если нет причин для этого. Например, опасность. Всё. Стреляют там, ещё что-то. То придётся вообще что-то помолиться. Нужно бежать скорее со слом. Подгоняйте ослабость. В правильном направлении. Вей им эйно ехоль ляред Если он не может. Вей им. Но если Эйно не ехоль сможет ляред Ляред Сейчас так говорят, да? Короткая форма святого языка эпохи Мишны. Ляред Если он не может ляред То что сделается? Видите, даже не ляред а ляред Ряред Ягзир Ягзир Этпанав Ягзир Этпанав Это называется Повернётся лицом. То есть повернётся сам В сторону Иерусалима И помолится Нисходя Сосла Нисходя Сосла Из него получится Лицом Ведь не скат Всем корпусом Вей им иной Ягзир Отправить своё сердце То есть свои Свои мысли Свою молитву В сторону святой Святой Храма И помолится Не больше не меньше Почему нужно было Чтобы он Мы сказали Он не может спуститься В каком случае он не может Что его привязали Это даже в таком случае Когда нет никого Кто посторожил бы осла Его нужно подержать Осёл может уйти И он Самый это интересно Не может сосредоточиться Так Мэри пишет Вот у Мэри Наверное не было осла Человек Который есть осёл Он говорит Я не могу молиться Потому что я не знаю Не украдут ли моего осла А Мэри добавляет Да почему без осёл Если ты не можешь сосредоточиться Думай всё время Пропадёт твой осёл или нет То есть Мэри Может Мог бы и спуститься Ему всё равно И он будет молиться Есть такие люди Так вот Мудрецы стоят на охране Имущество еврейское Говорят Не надо так Далеко забегать Если ты беспокоишься Об осле Достаточная причина Для того чтобы Не спускаться Со сла Ты выполнишь Свою заповедь И сидя на нём Повернись только В сторону Иерусалима Не можешь повернуться Но осёл едет От Иерусалима Трудно повернуться Когда направо Налево можно А назад нельзя Поэтому Можешь стоить только сердце Как будто бы ты Молишься В направлении храма Пусть направит Своё сердце И помолится И завершает Наша Мишна Четвёртую тему Ая Мегалех Басфина О Б Ас Да Такое редкое слово Ая Мегалех Ая был Плывучий Ая Мегалех Двигался Он двигался Басфина Двигался Мегалех Логолех Логолех Это идёт А Мегалех Продвигается Продвигался он Басфина Сфина это всегда Плавучие средства Лодка Корабль О Б Азда И объяснение Сразу же У коммендаторов Азда Да это же Рапсода Такое объяснение Везде написано Просто Азда это На цветном языке А Рапсода На по-гречески Все понимали Что речь идёт Что О плоти Плот Брёвна Которые связаны Да При помощи Кэшеров Каких-то Лянами Верёвками Связаны Друг с другом И он на них Плывёт Зачем об этом говорить Ну сложно сказать Почему Достаточно было Плывёт на Сфина Ну что кто-нибудь Не сказал Только на Сфине Нужно молиться А на плоту Можно не молиться Кстати Между прочим Есть ещё Очень интересный Вариант Или сидел В темнице Потому что Вообще-то Азда Это бревно Тяжёлое Поэтому тебе говорят Ну плыл на плоту Не с одним Бревном Просто на плоту Он сидел На одном Бревне Где-то Да В районе А Раша Пишет У него Есть несколько Вариантов Что он сидел Вообще-то В темнице И что такое Примизь бревну Да они идут Там Я не знаю Куда они идут Но эти Заключённые люди Идут Будучи Привязанными К одному Бревну Вот это Называется Он Ая Привязывали Ноги Узников Раша Подробно Пишет Если В этом Бревне Выдолблена Середина И там Находятся Его ноги И они Так все Вместе Идут То в таком Случае И ему Он не может Остановиться В таком Случае Что он Может Делать Сейчас Мы спрашиваем Что он Может Делать Как он Может Помолиться А ему Шмане Нужно Произнести Такой Правильный Еврей Опасности Жене Для жизни То что Достаточно Вообще Не надо Стоять Сидеть Лежать Все Только Иди Произноси Может быть Короткую молитву Если у тебя Времени нет Если ты не помнишь Тем более То Направь Своё сердце В сторону Святая Святых Еврейского Храма Обрите внимание Что сказано Что если Он Едет на Осле То пускай Слезает И молится Не может Спуститься Пускай Повернётся Не может Повернуться Пускай Направит Сердце А про Того Кто плывёт На судне Или на этой Рапсоде На плоту То Ему сразу Прям сказано Направить Своё сердце В сторону Святая Святых То есть Даже если Он может Встать Остановиться Повернуться Ничего Этого Не нужно Вот Есть такое Мини То Сапот Йомтов На Мишну Где Сказано Что не обязаны Подниматься Из-за того Что судно Почему Вообще Меняет курсы Ты не обязан За ним следить Хотя Прекрасно Знаешь Где Запад Где Восток Где Иерусалим Поэтому Как и в самолёте Сейчас бы я сказал Это касается Прямо самолёта Один к одному Хотя Хотя В принципе Мы знаем Что самолёт Летит Из Израиля Например На Украину В Прибалтику В Европу Ну Почти на север В России Точно на север В Финляндию То есть Там не нужно Молиться Повернувшись Лицом Шмана Сре пришло Повернувшись Повернувшись Лицом К хвосту В этом направлении Правильно Да ведь А откуда Мы знаем Что мы уже Что мы летим По этой прямой Вот я например Однажды попал В ситуацию Когда самолёт Летал вокруг Москвы И там Трудно было бы Всё время Поворачиваться А во время Молитвы Мы вообще Не вертимся На месте Поэтому достаточно Помолиться Направить Своё сердце Почему мы летали Вокруг Москвы Потому что Сбрасывали Сбрасывали Керосин Ну Горючее Чтобы опускаться Была такая Непростая ситуация И Рисковали Упасть Терезко И тогда Спускается Весь Бензин Но это не наш урок Неважно То савотъём То Говорит Что не обязан Подниматься Потому что Меняются курсы Или вообще Из-за страха Перед водой Достаточно Вода вокруг Так это было На море А не в небе И не надо Поворачиваться А вот есть Другое мнение Оно принято Как закон Мишнабрура Хафец Хаим Написал Что должен Хотя бы повернуться Если есть возможность Если есть возможность Ничего не отменяется И Биуралаха Это Уточнение Этого положения Это Он сам же и написал Хафец Хаим Комментарий Закона В Мишнабрура Называется Биуралаха Комментарий Закона Он написал Что об этом не говорится Прямо в Мишне Здесь У нас в Мишне Не сказано Повернись Хотя бы Почему Да потому что Уже В Мишне Сказано Это про осла Достаточно Один раз Чтобы было понятно Что как ты на осле Едешь Если возможно Повернуться лицом Повернись Так же То же самое На корабле Или же На Рапсоде Повернись Хотя бы Лицом Я заметил Что здесь Только нет Одного случая Когда едет Человек на велосипеде Нужно молиться Шмана По всем мнениям Останавливаешься Признуешь Молиту Нормальным образом Шутка Мы закончили Гемару Закончили Мишну Переходим к Гемаре Мишна была небольшая Правильно Короткая В Мишне Нашей Сейчас будет говориться О молитве Будет говориться Молитва В 18-м Богословении Шмана И Гемара Спрашивает Самый важный вопрос Почему 18-то Что за 18-то Знаете Не спрашивается Лама Почему А сказано Чему соответствует Канегат ми Канегат ми Ма можно сказать В соответствии с чем В чем еще есть Что-то 18 Что и для этого Сделали здесь 18 И есть тремнение На эту тему Ама Раби Илель Берей Раби Шмуэль Бар Нахмани Это человек Который был Тезкой Великого Илеля Но он Был другим Человеком И поэтому Приводится Сын раба Шмуэля Бар Нахмани Мы даже знаем Дедушку Этого Раби Илеля Нахмани Потому что Шмуэль Бар Нахмани Все называют Шмуэль Шмуэль Бар Нахмани Это как будто Прям имя Его Поэтому Дети Называются А он Бен Кого Бер Раби Шмуэль Бар Нахмани Не часто Бывает Что в имени Человека Вставлено Уже его Ими Дедушки У нас у всех Отчество есть Только по отцу А вот смотрите Дедушка Амар Абби Илель Брей Шмуэль Бар Нахмани Кенегат Шмуна Исре Аскарот Шамар Шамар Давид Сейчас скажем Где В соответствии Кенегат 18 благословений В молитве Амеда Шмуна Исре Кенегат Шмуна Исре Аскарот Аскара Это упоминание Зухар Память Есть упоминание Есть 18 упоминаний Имени Всевышнего Просто говорится Шмуна Шмуна Исре Аскарот Шмуне Исре Не шмуна А шмуне Это женский род Аскара Шамар Давид Который сказал Давид Принес Давид Где Б Гаму Ля Шем Бней Элим Бней Элим Многие говорят Так надо В псалме Это называется Мизмор Б Одним словом написано Бэгаву На самом деле Б Мизмор Шематхиль Который начинается Со слов Гаву Лашем Гаву Лашем Это называется Воздайте Всевышнему Гаву Принесите Всевышнему Воздайте Всевышнему Потомки сильных В данном случае Поэтому можно сказать Элим Это Элим Глава 29 Причем Весь Элим Там 11 стихов И он Такой Серьезный Сильный Есть Далеко Элим Не важно Не важно Не надо Там Воздайте ему Он делает Шум Он Наводит И грозу И многое Чего он делает Там Рассказано О мощи И силе Всевышнего Вот ему Нужно Воздать Всевышнему Славу Нужно Показать Что он 29 Большое спасибо Рабаре Сказано Здесь Видите Воздать Это не мой перевод Я не отвечаю Это перевод Изальства Равкук Воздайте Всевышнему Господу Сильные Дети сильных Потомки сильных Воздайте ему Славу Силу То есть Его хвалите Воздайте Славу Его имени Не только Поклоняйтесь Ему В красоте И святости В его красоте И святости Его голос Над водами Он Всевышней Славы Он гремит Этот голос Над водами Многими Над океанами Он силен Этот голос Он величественен Он сокрушает Кедры Всевышний Сокрушает Кедры Ливанона Слышите Голос Всевышнего Сокрушает Кедры Сокрушает Сам Всевышний Кедры Ливанона Тут очень много объяснение есть, почему так громко, красиво, очень эпично, составленная глава этого капитала. Тгилл, Тгилл тоже так называют. Он заставляет горы скакать, подобно тельцам, Ливан, подобно диким бычкам. Мы даже поём это в субботу. Высекает пламя огня, сотрясает пустыню и так далее. Все ему говорят славу. И он сделал потоп, и он может всё, и он выседает как правитель, как царь вовек навсегда. И он даст силу своему народу. Вот самое главное. Вот его просьба. Мы просим, дай силу нашему народу выжить, выстоять. И поэтому он благословляет нас. Смотрите, я почти всё прочитал. И он благословляет свой народ миром. Миром отзывается спокойствие. Называется еварех, это амо вешалом. Тот мощный, кто делает единственным, кто и есть мощный, вот он нам даст спокойствие и мир. Вот про этот здесь я произносил только глаголы, и что он делает, на самом деле, всё время имя Всевышнего. имя Всевышнего, такое-то, он делает то-то, и имя всё время, и их таких имен 18. Вот эти Аскарот, 18 Аскарот есть в этом, в этой главе, и поэтому постановили наши мудрецы, что 18 благословений будет и у нас, в нашей самой генеральной главной молитве. Здесь ещё замечание, Раш написал, этот мизмор, мизмор, это значит песнопение радостное, он взят за основу, потому что по некоторым мнениям первые три стиха соответствуют первым трем благословениям в Шмона Исре. У нас, помните, я говорил, первые три, последние три, а в середине середина, так вот, а вот, там, где мы говорим про Авраама упоминаем, а вот, всех мы упоминаем там, Маган Авраам говорим, с щита Авраама, Гвурот, тот, который наводит дожди, делает многое, что, и даже поднимет нас из мёртвых, и к душа Таше, к душа, что он святой. Так вот, эти три наших благословения соответствуют этим стихам. Это объясняется в трактате Рожа Шана, Раш так писал, Раша написал, что посмотреть нужно на Рожа Шана, я вам тоже говорю, посмотрите в Рожа Шана, 32-й лист, первая страница. Есть ещё другое мнение, Марша, в этом изморе говорится о силе милосердия Всевышнего. Знаете, чем кончается? Тот, кто одаряет, благословляет свой народ миром. Это называется милосердие. Несмотря на то, что как мы себя ведём, он даст нам то, что мы просим. А раз так, то это актуально именно для молитвы Шамуэлэя Сре, большая часть которой, вся средняя часть, это не что иное, как просьба милосердия. Так написал Марша. Это мнение, это мнение, раби Илэля, который был сын раби Шамуэля бар Нахмани. Раф-Йосеф в то же время жил, величайший из учителей, мудрецов, Раф-Йосеф Амар сказал. Знаете ли, в Мишне у нас было Танаим, да, Омер говорит, а в Гиммаре у нас очень часто Раф-Йосеф, Раби, Раби, Раби Шамуэль бар Нахмани, Амар сказал. Они сказали в своё время, комментируя то, что говорят и сейчас говорят, наши Танаим. Раф-Йосеф говорит, сказал такую вещь. Вопрос помню, да, почему есть 18 благословений? Раби Илэль сказал, потому что 18 раз упомянуто имя Ф-Дилим в 29-м Мизморе. Так можно сказать, потому что там не только Мизмор есть. А он сказал другое. Кенегат шмуна и сре аскарот шебе криат шма. В соответствии с 18-ми упоминаниями тоже имён Всевышнего аскара. Аскара – это упоминание имени, которое произносится при чтении шма-шма-исраэль. Там есть первая строчка, а потом три отрывка из хумаша. И там тоже есть 18 раз произносится имя Всевышнего. Правда, в шма-исраэль произносится имя Всевышнего вот не так, как здесь четырёхбуквенное, да, юткой вавкой. Да, то, что мы переводим словом Ашем, Адон, да, там, как Элоким, есть семь раз Элоким, немножко по-другому произносится, когда мы не в учебных целях, мы заменяем на К, на Куф, поэтому говорят Элоким. А четырёхбуквенное только 11. 11 и 7, получается 18. Там, правда, есть ещё одно слово, Элуима Харим. Элуима Харим это значит те другие бонги, не будем поклоняться другим богам, там про другие богов сказано, Абадазара, идолы, они в счёт не входят, хотя то же самое слово написано. Там можно говорить Элоким, почему, потому что это их имя, это не имя Всевышнего. Да, оно было бы и 19, и 20, потому что 19 было, нет, оно не годится, не считается. Так сказал Раф-Юсеф, но это ещё не всё, ещё приходит Раби Танхум, Раби Танхум, где он жил, Раби Танхум? В Израиле, раз его зовут Раби, если бы он жил в Павелоне, его позвали Раф. Ама Раби Танхум, Ама Раби Ашуа бен Леви, он был учеником учеников великого Тана Раби Ашуа бен Леви, мы с ним знакомы, и он сказал, что Раби Танхум говорит, что я получал своих учителей, другое объяснение, почему 18, а именно Кенегат Шмуна Эсре, Хулийот Шиба Шидра, вот тебе на, в соответствии 18 позвонкам, Шмуна Эсре, Хулийот, Хулия – это позвонок, а весь этот столб, на котором крепится весь скелет человека, позвоночник, называется Шидра, вот у человека их 18 позвонков, у человека 18 позвонков, а вот у человека это не 18 позвонков, но он сказал в соответствии с теми 18, которые входят в Шидру, а у человека на самом деле, я узнал сегодня, то есть, может, я и раньше узнал, сегодня я точно прочитал, 35 позвонков, еще интереснее, даже ошибка, я прямо книгу из анатомии, первый раз сюда я привел свидетельство прямо с книжки из анатомического справочника, у ребенка позвоночник состоит из 35 позвонков, потом некоторые позвонки объединяются вместе, нижний и верхний, нижний точно, а у взрослого человека, вот послушайте, есть шейный отдел, шея, я сейчас скажу, почему, потому что это нужно, потому что сейчас комментаторы тоже на это темно напишут, по крайней мере, в книге Шоттенштейн, вот в этой синей книге, это тоже приведено, есть шейный отдел, в нем 7 позвонков, вот такой пощуп, против всех пощупать, грудной, ну грудной он сзади находится, спиной, он называется грудным, так у наших справочников, их 12, больше всего, там самый мощный, вот то, что массируют, да, друг другу, люди, когда у них под старость, там начинается что-то трещать, стучать, это называется грудной, поясничный и крестцовый, уже, видите, разница, да, поясница и крестец, совсем низко, там по 5, они уже помельче, и копчиковый, который, отдел позвоночника, он включает в себя от 3 до 5 позвонков, по разному, они там могут, каменеет между, окосневает структуру между ними, так вот, в копчиковом отделе позвонки могут быть, срастись и различить их невозможно, вот такая цитата у меня была проведена, а наши мудрецы говорят, в частности, Раф-Юсеф, не, Раби-Танхум, состав Раби-Ашобин-Леви, он сказал, не обо всех он говорит о позвонках, позвоночниках, а только о главных, несущих, сюда входит грудная и поясничная область, грудная и поясничная это 7 плюс, 12 плюс 5, 17, и плюс еще один, а какой, а вот на эту тему есть много разных мнений, одни говорят, один из шейных, знаете, насколько серьезная тема вообще на самом деле, почему же мудрецы же не просто так сказали, что 18 у нас в Блокстоянии должно быть, потому что мы прогибаемся перед Всевышним, так тоже можно сказать, сгибаемся перед ним, проявляя свою, показывая свою зависимость от Всевышнего, и только от него мы зависим, поэтому это важная вещь, какой позвоночник, шейной, шейный или крестцовый, и у них разное мнение, так или иначе, можно сказать, что есть мнение раби Илеля, и сын раби Шмуэля, бен Нахмани, и раб Юсеф, и они спорят с другом, один говорит, сколько имени у нас сказано в Мизморе, а второй говорит, сколько у нас Шма, они спорят, нельзя сказать, что это одно и то же, иначе второе мнение никому не интересно, и самое это интересное, что, скорее всего, когда мудрецы устанавливали, по кому они определяли, по Тиелем или по Шма, Шма состоит из частей Хумаша, Тиелем это не Хумаш, это то, что в Танах ходит, Ветхий Завет, поэтому у них был нормальный спор, правда, второе мнение немножко проще, Раф Юсеф, но не все же все-таки имена Всевышнего одинаковые, там 11 только Рахамим, а 7 это Локим, это наоборот Дин, поэтому более-менее они спорят, а вот Раби Ашу бен Леви, ну, в передаче Раби Танхума, он как раз ни с ними нигде не спорит, он дополняет их, вы правильно сказали, но еще знаете, что еще и это учитывалось, так пишут все наши комендаторы, ни больше, ни меньше, ну, так он сказал, и мы читаем дальше, и вот после слов Раби Танхума, сославшегося на Раби Ашу бен Леви про позвонки, Гемара переходит к теме поклонов во время молитвы, раз уж мы говорили о позвоночнике, и ниже в Гемаре, это уже не в нашей четвертой главе, это 34 лист, первая страница, будет говориться, в каких местах нужно делать поклоны, мы это знаем, кто-то молится, и здесь будет говориться только что, как надо совершать поклоны, поклоны на эту тему здесь будут сказаны, молитва важная вещь, об этом все, что с ней связано, это тоже важно, заметили, здесь нет большого, пилпуль называется, больших выводов логических, ну, бывают и такие места, некоторые говорят, это как награда тем, кто проходит через эти логические споры, поняв в них все, уяснив в них все, и теперь награда такая, типа о годы, рассказаны простые вещи, но они считаются не менее важными. Вэамар Раби Танхум, Амар Раби Ашо Бен Леви, из того же источника, и сказал Раби Танхум, что так сказал, Раби Ашо Бен Леви, что он сказал, Амит Палель, царих Шейхра, Амит Палель, призносящий молитву, что он на Исре, должен, царих, что он должен, поклониться, Шейхра, поклониться, склониться, именно склониться, бывает такая вещь, я спорю с кем-то, и я его склоняю в свою сторону, это тоже называется, я его уговорил, склонил я его, то же самое глагол, должен поклониться в нужных местах молитвы, Амит Палель, царих Шейхра, Ад, как, повторяю, будет сказано не в каких местах, а как нужно молиться, и так сказано, Ады, Шейт Пакэку, Коль Хульет, Шабашедра, Шейт Пакэку, это называется, чтобы проступили, чтобы были видны, чтобы, Булет называется, да, так он должен поклониться, чтобы вот все эти позвонки, позвоночники, выступили на спине, понятно, что мы одеты, и никто не видит, что у нас там делается, но ты знаешь об этом, по крайней мере, поклониться нужно именно таким образом, чтобы позвоночники, то есть нужно поклониться, изогнувшись всей спиной, стать как, как кэшер, как лук, так сказано, согнутый лук, так сказал Раби Данхума, ссылаясь на Раби Ашу Бен Леви, а Ула, Амар Ула, так его звали, не Раф Ула, не Раби Ула, его звали Ула, Ула, Амар Ула сказал, он еще пока, он не просто согнуться нужно так, чтобы позвоночники торчали наружу, а он еще добавил, очень интересную фразу сказал, только наши гемали, такое может быть, мне так нравится, «Аткде и шеер-э, и сар к негат-либо, адкде, чтобы, так он должен поклониться, чтобы, шеер-э, чтобы он увидел, и сар, и сар это монетка мелкая, на которой обначался там римская, профиль римского императора, самая мелкая медная монета, к негат-либо, которая перед ним, вот так нужно согнуться, ты стоишь, и надо было, к негат-либо, в области его сердца называется, перед ним, чтобы, не-не-не, это неправильно, не перед ним, к негат-либо, это прямо на сердце, напротив сердца, и объясняется, чтобы когда он согнется, на его теле, в области сердца, образовалось две складки, когда человек сгибается, но я не говорю про людей, у которых уже больше, чем нужно живот, а нормальный человек, у него тут складки появляются, и две складки обязательно будут над сердцем, и ниже сердца, вот эти складки, на расстоянии друг от друга, в одну монету, так вот, не для того, чтобы увидеть эту монету, а для того, чтобы нужно согнуться так, чтобы эти складки появились, вот о чем сказал Ула, но другое объяснение, его же слов тоже интересны, надо согнуться в пояснице, но не в шее, вот о чем он сказал, можно в шее согнуться, а он говорит, нет, в пояснице, причем так, чтобы была видна монета, лежащая перед человеком на земле, видите, все-таки я не просто сказал, да, что напротив, в области сердца, который лежит на земле, это называется, иконегат либо, так написал Ражба, а вот очень интересная фраза, ее нужно, сейчас мы же приближаемся к концу, ее нужно знать, в Иерусалимском Талмуде, в Иерушалме, сказано, что не следует наклоняться ниже установленного, тут сказано, чтобы только разглядел эту монетку, ой, один Исар, не Пенни, и не Новозеландский доллар, а один Исар, я вижу, другая монетка написана, два Исара, так вот, это не два, это один, так вот, нагибаться нужно ровно настолько, чтобы это увидеть, а именно прогнуться просто в пояснице, но не надо наклоняться больше установленного, уж так человек, как называется по-русски, он себе лоб разобьет, пошли его Богу молиться, чтобы не выглядеть человеком, написано в Иерусалимском Талмуде, который показывает всем свою набоженность, вот как я кланяюсь, вы как, вы низко, да, я ниже всех, это называется, га, гаева, гаева, гордыня в скамере, ну, и на это еще последнюю фразу мы читаем, сказал Рава, раби Ханина еще у нас есть, у нас был, раби Танхум, привел слова, раби Ашу бен Леви, потом Ула, раби Ханина сказал, раби Ханина Амар сказал, когда наклонил свою голову, это достаточно, и больше не надо кланяться, видите, он самый облегчающий вариант, это вполне достаточно, услышав это, Рава добавил, объяснил слова раби Ханины, Амарава, вэгу, димы царнавшей, это о том, сказал раби Ханина, кому трудно вообще поклониться, например, за болезни, заболел он, вообще болеет, или преклонный возраст, старик, вроде меня, я совсем низко не могу поклониться уже, и вот про него сказал раби Ханина, чтобы наклонил свою голову, и Мехезей Кеман Дихра, и видно, что он, как тот, кто поклонился, он не может поклониться, но он наклонил голову, и все видят, что он просто это делает, он кланяется, как все, считается, как все, и все видят, что он поклонился, или все вышли на писах это видят, он хочет поклониться, но не может, тогда он, как тот, кто поклонился полностью, но если может поклониться по всем правилам, то обязан это сделать. Вот и сегодня мы прочитали с вами Мишну, и еще сказали несколько тем, после Мишны, Гемары, в следующий раз с Божьей помощью, мы в двух словах скажем, о чем мы сегодня проходили, и двинемся дальше, почему, потому что дальше, очень интересная Гемара, с Божьей помощью, всего вам хорошего, шалом, шалом.